Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать в учебном центре «Специалист» при МГТУ имени Баумана. Я вам сегодня покажу и расскажу, как создать сайт в 1S Bittrex за один час. Меня зовут Алик Унашев. Пару слов о себе буквально. Я преподаватель по системам CMS и еще нескольким курсам в учебном центре «Специалист». Интернетом пользуюсь с 1998 года. Зарабатывать при помощи интернета на жизнь стал 15 лет назад. Последние 10 лет, наверное, это моя основная деятельность. Я работаю в интернете. Я многими вещами, связанными с интернетом, занимался. В основном это разработка. И последние годы это Bittrex. Я сертифицированный тренер, разработчик, интегратор Bittrex. Что такое Bittrex? Здесь немножко я отвечу на вопросы, которые были. Что люди понимают, когда говорят слово Bittrex? В одном контексте это компания 1S Bittrex. У нее есть программное ядро. Если вы разговариваете с программистами, они могут подразумевать Bittrex тайморг, программное ядро, на котором базируются два отдельных продукта. 1S Bittrex управления сайтом. Среди разработчиков принято название BUS. И Bittrex 24, который имеет облачную и коробочную версию, которая называется корпоративный портал еще. На первом продукте, который управление сайтом, делают сайты. Это классическая CMS. Bittrex 24 – это набор инструментов для бизнеса. Продукт, с которым мы сегодня будем знакомиться, которым будем пользоваться, называется… Он присутствует в обоих этих системах. Называется немножко по-разному. Для Bittrex управления сайтом – это сайты 24. Для Bittrex 24 – это просто сайты. По сути, это одно и то же. В конструкторах кто-нибудь работал раньше? Нет? Есть опыт? Вик, стиль, что-то вот такое. У Регру тоже есть свой конструктор. Суть в том, что в продуктах Bittrex, компании Bittrex – это BUS и Bittrex 24 – этот конструктор присутствует бесплатно. То есть, если вы пользуетесь тем или иным продуктом, вы можете взять и без подготовки делать страницы. Чем мы сегодня займемся? Сделаем это, да? Все готовы? Мы сегодня будем использовать другую платформу 1С Bittrex управления сайтом. Не Bittrex 24, но в Bittrex 24 этот инструмент тоже есть, он называется сайтом. Что делаем сейчас? Заходим на официальный сайт 1С Bittrex. Он звучит так – 1С-Bittrex.ru английский. Переходим в раздел «Продукты управления сайтом». Там есть кнопка «Попробовать бесплатно». После этого появится кнопка «Создать демо сайт». Для тех, кто не хочет все эти шаги проходить, хотя я рекомендую пройти именно долгим путем, кто уже был на сайте и ориентируется, кто видел эти кнопки, можете сразу перейти по прямой ссылке Bittrexlabs.ru. Поехали. Я сейчас на экране буду делать то же самое. Сейчас я буду это все показывать, не переживайте. Сейчас, 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 подождите. Да, да, да. Так, открываем браузер. От чего? Один, один. Я же сказал, один. Ну, извините, наверное, я тихо сказал. 1s-bittrex.ru английский. Это официальный сайт компании 1s-bittrex. Здесь есть основное меню, где первый пункт, первый же пункт «Продукты». под пункт «Управление сайтом». Переходим, прям кликаем. И здесь есть серая кнопочка, которая была в презентации. Попробовать бесплатно. Управление сайта, да? Продукции или что? Продукты управления сайтом. А дальше? Просто нажимайте на управление сайтом. У вас откроется страница, которую вы наблюдаете на экране. Нажимаем «Попробовать бесплатно». Серая кнопка. У всех, да? Есть это. И открывать пробные версии на председании. Нет, дымасад. Коллеги, кто подключился удаленно, была техническая накладка. Я ваши сообщения не видел. Сейчас я их вижу, но, к сожалению, все подряд читать не могу. Я в конце уделю время для того, чтобы пролистать, и дам контакты, чтобы вы спросили напрямую. Много, много. Так, попробовать бесплатно. Демо-сайт на 3 часа. Нас интересует демо-сайт на 3 часа. Начать тестирование. И вы попадаете на сайт, ссылку на который я давал на предпоследнем слайде, который вы видели на презентации. Если кому-то проще набрать, pittrexlabs.ru Пробная версия на 30 дней, она требует установки на сервер. Либо вы делаете из своего компьютера локальный сервер, и на нее устанавливаете, пробуете, либо где-нибудь в интернете разворачиваете, это будет настоящий сайт с полным функционалом. Можете там делать фактически все, все, что доступно на полной версии, на не демо-версии, но в течение 30 дней. Вы не думаете, что вы можете сказать, что вы сейчас говорите, что вы возьмете с сайта, чтобы это... Очень доступно. А потом, что после 30 дней он делится. Да. Ну, это по объему за час не успеть просто это все показать, рассказать. После, ну, семинара дам. Окей? Окей. Все, создать демо-сайт. Создать часа. Вводим логин, пароль, который вы не забудете три часа еще. Вводите код с картинки. Создать демо-сайт. А логин у нас какой? Логин. Ну, можете ввести какой-нибудь свой, чтобы не забыть, в течение трех часов. Позовем инженера. Он нам поможет решить эту проблему. Не слышал. Продолжение следует... 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 Выбор шаблона. Здесь один шаблон. Нажимаем «Далее». Выбираем какую-нибудь тему. На самом деле просто выбираем цветовое решение. Далее. В данном случае, если вы это делаете для своей компании, то, естественно, все заполняете, все меняете. Выбираете, указываете реальные какие-то данные на данном этапе, логотип, слоган компании, подпись сайта и так далее. Это поля для данного решения. Установить. Так, сайт установлен. Все. Есть? Это временный сайт, который просуществует на этой площадке 3 часа. Для того, чтобы посмотреть, нам этого хватит. Для того, чтобы развернуть свой полноценный сайт, естественно, надо приобрести лицензию и устанавливать на своем сервере. Ну, это тоже возможно, но не за час. В облаке... В смысле, то, что мы сейчас будем делать? Да, в Bittrex 24 это тоже делается облачно. Так, у нас есть административная панель. Вот она наверху, серенькая, разделенная на какие-то блоки. Адрес задается автоматически. Этот сайт просуществует 3 часа. А вот он, в адресной строке. Нам нужна вкладка администрирования. По ней мы переходим в административную часть CMS. Bittrex управления сайтом. Может быть, нас слишком много. Ну, не только нас, еще по всей стране, в стране миллионы страждущих пытаются сейчас изучить Bittrex. Ну, не миллионы, а сотни, да. Небольшой экскурс, без подробностей. Слева находится основное меню. Вот эти плашки, которые слева, это разделы меню админки Bittrex. Админка называется административная часть. Правильно. Здесь нас интересует кнопка сайта с цифрой 24. Где есть один раздел, разворачиваем его. Здесь, на самом деле, у нас список сайтов. Заводить сайты отдельные мы пока не будем. У нас есть сайт производства. Мы создадим в нем страницу при помощи конструктора, чтобы показать, чтобы посмотреть, как это работает. Нажимаем на существующий сайт производства. Можно создать новый сайт. Одна лицензия Bittrex любая предполагает создание двух сайтов на ней, хотя, по-моему, уже неограниченное количество. То есть, если мы зайдем в сайт 24 и в сайт производства, это уже другой сайт? Наш сайт, на котором мы были, да? Сайт производства – это наш сайт, на котором мы были. Если вы добавите новый сайт, то это будет новый сайт, который расположится в соседней папке. Ну, или в структуре этого сайта в отдельной папке. На той же админке будет еще один сайт. Сайт по умолчанию – это… Смотрите. А вы что это делаете? Зачем нам направить в результате, если мы уже конструктор нашего… Это не конструктор, это классическая CMS. CMS – Content Management System. Это классический способ, которым мы создавали сайты много лет, который предполагает знание каких-то основ дизайна, верстки, программирования и так далее. То есть, тот первый нам не нужен. Чтобы нам создать свой, нужно именно на сайт производства. Правильно? Я вам показываю то, что есть способ без особых знаний на платформе Bittrex создавать страницы, и они будут классно выглядеть. Это можно сделать? Вот так. Я ответил на ваш вопрос? Отлично. Почему нужно создавать несколько сайтов? А? Почему нужно создавать несколько сайтов? Бывает так, что используются одни и те же данные, но нужно выводить их обособленно. Или же не хотите покупать несколько лицензий, покупаете одну лицензию, но на одной админке строите несколько сайтов. То есть, на компании причем несколько сайтов? Ну, бывает так, что нужны несколько сайтов. Итак. Ну, это часто, часто. Заходим на сайт производства, который сайт по умолчанию. Нажимаем справа плюсик, новая страница. Мы находимся в административной части. Нас интересует раздел сайта 24. Вот она. Разворачиваем наш единственный здесь подраздел сайта 24. Заходим на сайт по умолчанию. То, что мы видели, когда установили это решение, это страница, построенная по классической технологии. Для ее изменения все равно придется знать какие-то базовые вещи про HTML, CSS, для того, чтобы там что-то изменить, чтобы создавать такие страницы. Витрикс это умеет в классическом понимании, но нужны специальные знания. Этот же инструмент представляет из себя конструктор, который позволяет редактировать страницы без этих знаний. Компьютер-могически делает для экрана. Да, 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 да. В этом все есть ссор. А витрикс 24 тоже так умеет? Он тоже так умеет, да. Нажимаем новая страница. Вот одна единственная плашка. Выбираем подходящий шаблон. Я предлагаю выбрать День всех влюбленных. Скоро будет, да? Должен поднять этот праздник настроения, да? Если Валентинка придет. А если не придет, да? Шаблоны, в принципе, во время работы, в процессе жизни, в процессе жизни можно практически поменять. Для каждой страницы можно выбирать свой шаблон. Если вы выбрали один шаблон, и он вам не нравится, вы можете собирать страницу из других блоков. Сейчас мы это все посмотрим. Мы используем один шаблон, а потом решили, что вам нравится, меняем. То есть, скажем, все остается, как бы, структура остается та же самая, просто меняется какие-то формительские. Не совсем. Ну, там есть настройки кое-какие, но шаблон выбранный. Да. У нас открывается вот такая страница с предпросмотром нашего шаблона. Нажимаем кнопку «Создать». Все разом нажали и подвесили сервер-петербург. В России. В России. Ну, и время отклика нормальное. Под них строят, по-моему, даже дата-центр. Потому что у них большие объемы данных, достаточно крупная же компания, которая сегмент рынка фактически монополизирует. Но нет конкурентов в этом сегменте. А вы говорите, что есть для альтернативных сетей крупных компаний? Ну, для чего они? Я не знаком настолько с их продуктами, но что именно? Ну, я знаю, что какие-то решения есть, но они не закрывают в таком объеме, как Bittrex 24 плюс 1S. Ну, 1S Bittrex плюс Bittrex 24 плюс 1S. Ну, там есть разные вариации. Для более или менее немаленького, скажем так, бизнеса эти решения, наверное, не очень хорошо. Это Реточка, Тинькофф предлагают. Далее. Вот, собственно, редактор, наш конструктор, наш редактор, в котором мы сейчас поработаем. Что здесь можно делать? Кликаем по любой интересующей нас области и прямо онлайн можем отредактировать эту страницу. Для того, чтобы изменить эту картинку, кликаем по ней, нажимаем загрузить. Если у вас есть заготовленная картинка, наверняка у всех есть заготовленная картинка. Шучу, конечно, шучу, не надо меня. Если она есть, то вы загружаете ее. Если ее нету, то вы нажимаете вставить с Google Images, допустим. Загрузить. У меня тоже ошибка. Он просит действительный ключ Google Custom Search API. Можно вставить с другого сервиса, с альтернативного, не с Google Images, который называется Unsplash. В поисковой строчке вставляем, пишем искомый запрос. Плохой пример. Сохранить. Картинка меняется прямо сейчас, прямо здесь же. Для того, чтобы изменить надпись на этой картинке, заголовок, мы просто на него нажимаем и пишем наш собственный заголовок. Чуть-чуть обновил, а ты еще раз. Какой вот день, чего написали? День дюймёнок. Нет, я просто из предлагаемых выбрал. А мне еще одна. Ну да, вот только одна на день дюймёнок. А как? С Google Images... Какая подробная задача? Загрузить. Нажмите загрузить. Вставить Unsplash. Unsplash. Ура. Я тоже выбрал сердечко. На самом деле, объясню. Небольшая ремарка, почему не работает вставка с Google Images. Там выбор, конечно, побольше, но это временный сайт, и на него не выделен ключ Google, и поэтому эта функция не работает. На реальном Bittrex24 или 1SBittrex управления сайтом CMS эта функция работает всегда. Никаких проблем с ней не возникает. Я сам лично пользуюсь частенько. У вас только разгрузил это скроить, да? Да, да, да. Внизу кнопка «Сохранить». Какие-то новые группы добавить, да? Сейчас будем. Покажу для начала один не очень явный момент. Смотрите. Для того, чтобы поменять текст, просто кликаем, меняем текст. Ещё. Что? 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 Что происходит? Я нажала текст. Если мы хотим изменить начертание. Жирный, курсив, подчёркнутый, зачёркнутый. Размер немного можно менять. Расположение, выравнивание по краям, по центру. Какую-нибудь ссылку повесить на этот текст. Или просто указать цвет. Ужасный. То это можно сделать прямо здесь. Или же при наведении на любой из блоков у нас доступна кнопка «Редактировать». Блоком считается вот эта часть, которую я очерчиваю мышкой полностью. Это картинка с указанным заголовком и подзаголовком. Если мы находимся на этом блоке, то у нас доступны кнопки «Редактировать», которые позволяют отредактировать картинку, заголовки, текст. И сохранить. Ну, или можно кликнуть по тексту. Ещё доступна на блоках кнопка «Дизайн», где мы можем выбрать настройки, которые касаются дизайна. Это, как правило, отступы и цвета какие-то. Можно задавать градиент, но не везде. Бывают моменты, когда есть элемент на странице, но кнопки «Дизайн» нет. Неявно этот функционал здесь есть. Допустим, мы хотим задать дизайн для какой-нибудь кнопки. Вот наша кнопка. Если мы по ней кликнем, мы можем только отредактировать то, что на ней написано, и ссылку, куда она ведёт. Но можно сделать иначе. Можно из любого места на странице, нажав кнопку «Дизайн», вызвать панель дизайна блока. И затем навести на кнопку и кликнуть по ней. С активной панелью «Дизайн» и «Настройки» можно кликнуть по элементу, у которого явно нету дизайна. Явно нету настройок дизайна. Вроде бы и нету, вроде бы нельзя поменять. Но некоторые настройки потом становятся доступны. Как я могу увидеть, как это будет выглядеть на экране мобильного устройства и планшета? Отвечаю на вопрос. Если вы хотите планшет, ландшафтное расположение, то следующая кнопка. Посредине экрана, как это будет выглядеть на мобильном экране? Посредине экрана, наверху, есть три кнопки. Сейчас нам показывается отображение на компьютере. Рядом ландшафтный вариант на мобильных устройствах. Обычно это планшеты. Горизонтально держим. И телефоны. Переключаемся. Смотрим, как это выглядит на горизонтально расположенных устройствах или вертикально, мобильных. Все шаблоны адаптивные, все блоки подстраиваются под мобильные устройства. Если нам необходимо добавить какой-либо блок. Допустим, этот блок нас устраивает. Следующий тоже устраивает. Этот хорошо, но нам не нужен блок с портфолио. Просто наводим на него. Справа появляется контекстная панелька, где можно совершить какие-либо действия. Это либо вверх-вниз, либо скрыть временно этот блок, либо можно его вырезать с этой страницы и вставить в другую такой функционал, тоже доступен. Либо его удалить. Я пока удаляю лишние блоки. Смотрите, я хочу добавить здесь между первым и вторым блоком полуторный, да? Другой просто блок. Там не все поля заполнены. Можно попробовать заполнить те поля, если вас устроит этот блок, то мы его оставляем. Если вас не устраивает этот блок, скажем так, в блоках заложены, даже не шаблон, в блоках заложены уже определенные расположения элементов, ну, заголовок, подзаголовок, допустим, или несколько картинок, или несколько слайдов, ищем подходящий не шаблон, блок. Сейчас мы добавим здесь новый блок. Между любыми двумя блоками при наведении высвечивается кнопка добавления нового блока. Добавить блок. И здесь уже поинтереснее. не просто там с дюжина шаблонов, из которых, ну, вроде бы, и нашей тематики даже нет. Но на самом деле недостаток шаблонов компенсируется большим количеством блоков. И они еще пополняются. Допустим, добавлю отзывы. Ну, рано. Здесь, на самом деле, отзывы добавлять не стоит. Не, ну, может быть, это важно, может быть, где-то именно так и сработает. На самом деле об этом позже. Так, выбираем подходящий шаблон блока. Допустим, вот такой. И он добавляется прямо здесь и сейчас. Если нам необходимо поставить свою фотографию, свой текст, свои заголовки на этих блоках, ну, подблоках с отзывами, нажимаем редактировать. И вот карточки наших отзывов. Каждая карточка редактируется. Если блок, которым мы добавили, содержит несколько подблоков, то обычно они здесь называются карточки. Это бывает со слайдерами или вот с такими составными блоками, которые, ну, на что-то подразделяются. Их можно добавлять, редактировать. Допустим, самый последний. Можно отредактировать таким же образом, поменять картинку, поставить настоящую фотографию, ну, какого-то живого человека, а не те, которые здесь размещены шаблонами. Написать свой заголовок и подзаголовок. Каждую карточку можно таким образом отредактировать. Если нам не нужно столько карточек, то нажимаем крестик и сократить их количество. Тогда здесь будет 4 карточки, которые будут выводиться таким образом. в следующем блоке, который был изначально с двумя картинками, вот этими-то красивыми при наведении вспыхивающими. Если мы нажмем кнопку редактировать, вот они, две карточки. Нет, они здесь не как карточки обозначены, но тем не менее здесь доступна для редактирования картинка 1, заголовки, кнопка, ссылка и для того, и для другого подблока. Кроме того, если мы хотим разместить форму обратной связи, важно, да? Важная составляющая зачастую. Особенно, когда делаются сайты вот так в конструкторе. Обычно она где-то внизу, перед контактами. допустим. Добавить блок. У нас есть раздел, который называется CRM-форма. Здесь выбираем нужный дизайн блока. Добавить блок. Между любыми двумя блоками наводите, есть кнопка добавить блок. Открывается панель добавления блоков. Здесь есть раздел CRM-форма, где присутствует несколько шаблонов. Он пишет, что нет интеграции с BITREX. Это происходит только потому, что мы находимся на временном сайте, где этой интеграции действительно нет. Если вы это будете делать на BITREX 24, на таком же инструменте, то там эти формы интегрированы уже. Эти формы есть. Если вы используете CRM-BITREX 24, вот про бизнес был вопрос, как раз таки это ваш случай. Там не надо ничего программировать, завели форму, разместили на таком сайте и вперед. Она работает. Складывает данные в вашу CRM. почтовый сервер уже нет, вы подключаете свой. А, свой подключаете. Да. Ты сам указываешь почту, и такой и так на руке давал. Да, хоть mail, хоть яндекс. Насколько понимаю, что если название сайта у нас есть, и сам сайт существует, его редактировать можно чтобы ну, то есть командный сайт верху указывает некий ссылк, который может зайти и посмотреть этот сайт. Погодите. Давайте условимся так, что этот сайт готов. Окей? Ну, действительно же просто, да, функционал достаточно понятный, особой подготовки не требуется, правильно? Для того, чтобы этот сайт посмотреть уже не в редакторе, а реально, как он существует в интернете, есть кнопка предпросмотр и опубликовать. Они наверху справа, лево-право путают, сено-солома привязывает сено-солому. Предпросмотр для предпросмотра, соответственно, он еще не опубликован, недоступен всем, но мы можем оценить, как он выглядит в браузере. для того, чтобы отослать ссылку есть кнопка опубликовать и тогда это реальная ссылка, которую вы можете отослать. Закрывайте вкладку, где предпросмотр. Предпросмотр открывается в новой вкладке. Вкладку закрыли, предпросмотр закрыли. Вернулись обратно к редактору на предыдущую вкладку. Ну, их просто нет сейчас. Допустим, вот на первом же блоке у нас есть текст «Святого Валентина». Мы хотим сделать из него ссылку. Подделяем, нажимаем «Создать ссылку». Здесь можно указать ссылку на сторонний сайт или на этот же страницу. Можно выбрать блок для перехода на этой же странице. Допустим, если нажать. Просто нажал на текст. Просто нажимаю на текст, выделяю его. Закройте вкладку. нажимаем на появившейся контекстной панели вот такую кнопочку ссылка, как цепь, гиперссылка так обозначается. И у нас появляется панель для добавления ссылки. На кнопках, если кликнуть, которая уже заложена в каких-то блоках, появляется такая же панель. Можно вставить ссылку на сторонний сайт, можно выбрать блок для перехода на этой же странице. Достаточно интерактивно, прям можно переход вот сюда. Или же на соседнюю страницу этого же сайта. Можно выбрать тоже. Кроме ссылку. Еще раз, я правильно понимаю, что если я хочу, чтобы в каком-то блоке была какая-то еще, допустим, лишняя картинка, например, лишний текст, более, то я должен искать другой какой-то блок? Другой блок, в котором это есть? Может, похоже, есть. Я в этом плане редактиров очень мало. Ну, если оно заложено уже в этот блок, то заложено, если нет, то нет. Если, например, ссылка на телефон, телефон выбирается, потом телефон прописывается в мобильном сайте. Ну, да, да, здесь просто не это, а прописывайте реальный какой-то номер, и будет по клику с мобильного устройства на эту ссылку открываться ваш, ну, ваша звонилка на телефоне, и вы можете нажать позвонить. Так это реализовано на многих сайтах. Здесь. Нет, ну, да, да, просто кнопка там позвонить, нажимаете, ну, если с телефона нажимаете, у вас открывается ваша звонилка, ну, где вы на телефоне звоните. Не, это другое, перезвоните, это другое, а здесь просто ссылка, которая позволяет вам не заниматься вот этим, скопировать пользователю, пользователю, пользователю на этой странице, нажимает на эту ссылку, позвонить, допустим, открывается его на телефоне звонилка с уже поставленным этим номером. Ему остается только нажать на трубочку, и звонок идет. сообщение вы действительно хотите подниматься. Вы действительно ли? Да, да, да. Оно. Ну, с компьютера может запуститься звонилка, если вы IP-телефонию, там, ну, Skype, или там какой-нибудь SIPNet, или Manga, ну, много есть звонила для компьютера, если вы используете, то можете запуститься. Так, для того, чтобы кто-нибудь слышал про то, что такое SEO и Директ. Нет? Нет, это в Инстаграме сообщение о Директ, я имею в виду контекстная реклама, ну, так называют утрированную контекстную рекламу. Ну, сайты для чего создают? Для того, чтобы донести до кого-то что-то. Сайты создается великое множество, и чтобы нашли именно ваш, вам надо либо продвинуть его в поисковой выдаче, либо дать рекламу. Первое долго, с непредсказуемым результатом, второе быстро, но тоже с результатом, который требует определенности. На таких самодельных сайтов там куча рекламных сторон и ресурсов, на показах которые ты зарабатываешь. Нет, я не про это, я про то, чтобы нашу информацию полезную донести до людей, чтобы ее нашли, мы должны либо в поисковике появиться, либо запустить рекламу. Так, я про это. Для того, чтобы с этим совсем работать, есть определенные уже сложившиеся правила, заполнение, описание страницы правильное, заполнение, заголовка страницы правильное. Чтобы с этим работать, у нас есть кнопка настройки. Вот я о чем хочу сказать. у нас есть настройки страницы, где можно указать для каждой страницы сайта, созданного при помощи этого конструктора, заголовки, адрес страницы, заголовки ниже, адрес страницы, можно и нужно задавать вид в социальных сетях, потому что то, что вы здесь наблюдаете, можно нажать на карандашик, изменить картинку, нажать на карандашик, изменить этот заголовок и текст, это когда вставляете ссылку в социальную сеть, пользуйтесь социальными сетями, вы вставляете, он подтягивает картинку, заголовок, если вы это не поменяете под себя, то подтянется что-то шаблонное, обязательно надо за этим следить. Кстати, я могу запретить эфиксирование сайта. Да, об этом чуть-чуть позже. Далее, можете выбрать какую-то другую цветовую палитру для этой страницы. Если развернуть дополнительно, то мы можем настроить те самые мета-теги, про которые я говорил, это title, description, это для того, чтобы страницы поисковыми системами, рекламными воспринималось соответствующим образом. Кроме того, вы же хотите, чтобы посещаемость как-то этого сайта считать, так? Счетчики установить, кто-нибудь пользовался, Яндекс.Метрика, Google Analytics есть счетчики, здесь они подключаются тоже. Кроме всего прочего, то, чего вы, скорее всего, не найдете в других конструкторах аналогичных. Внешне они все похожи, братья-близнецы. Tilde, Vixit, их много, Recru, кто-то говорил. На многих из них любое дополнительное действие, даже подключение этих счетчиков, требует перехода на платный тариф. Здесь это идет бонусом к классической CMS, либо бонусом к BITICS24 CRM. Бесплатно. Если мы поставим галочку пользовательский HTML CSS, при определенных знаниях HTML CSS вы можете переопределять уже готовый внешний вид в шаблонах, которые есть. Можно переписать CSS и красный фон сделать голубым в самом простом случае. Но для этого нужны определенные навыки. Сейчас для людей, которые работают в интернете, правилом хорошего тонна стало хотя бы базовое знание HTML CSS. Но без этого очень многие уже жить не могут, дизайнеры, которые вчера предъявлялись только знания Photoshop, допустим, сейчас осваивают активно HTML CSS и так далее. Контент менеджер без этого никак. Опубликовать. Я опубликовал страницу. Это настоящая страница, которая существует вот по этому адресу, который я выделил, которую я создал при вас за сколько? Минут за 20 со всеми комментариями. Конечно же, если нам нужны какие-то другие блоки, то надо продумывать. Конечно же, надо запастись оригинальным контентом. Тексты какие писать, картинки какие вставлять, надо все продумывать. Но суть в том, что есть удобный инструмент, который не требует каких-то специальных знаний, которым можно пользоваться. Единственный нюанс, если вы захотите продвигать в поисковике такую страницу, может быть, она окажется не самой хорошей. Но для того, чтобы дать рекламу и по-быстрому заявить о чем-то, эти страницы подходят идеально. Они подстраиваются под все устройства, их легко сделать, буквально можно посидеть полчаса и сделать страницу, если готовы тексты, если готовы картинки, есть уже так? Согласны? Давайте. Вверху указано в положении строки адрес этого сайта. Да. Как это делается адрес, который не нужен? Если вы не временный используете сайт, а свой, то есть несколько способов, в зависимости от того, где вы этот инструмент решили использовать. Если это один из Bittrex управления сайтом, классическая CMS, временную версию, которую мы сейчас запустили на серверах Bittrex, но она стоит у вас, у вас к ней уже привязан свой адрес. Если это вы делаете в Bittrex 24, то там есть в настройках сайта вот здесь возможность указать свой адрес и инструкция как привязать это к домену своему. Но здесь изменить нельзя. В Bittrex 24 изменить можно. Если купил адрес какой-то коммент, я могу его указать, а потом просто будет передвисаться на серверах. по этой схеме здесь будет привязан на интуитивном ролике. Не на интуитивном, там будет инструкция прямо. Настройка сайта, просто настройка сайта. Здесь адрес сайта указан и выбор только один сайт временный, который мы создали сейчас на базе лаборатории Bittrex. если это будет настоящий сайт, то там будет отображаться поле, там будет на выбор Bittrex24 либо домен Bittrex, Bittrex24 сайт, либо свой домен. Выбирайте свой домен и там будет инструкция текста со ссылкой, с подробным описанием, даже как у некоторых регистраторов это делается на стороне, где вы купили домен. Еще раз, я купил домен, и тогда я захожу на этот домен и перед реставраться на надо будет там, где вы купили определенные действия проделать и здесь будут инструкции. Вот так. Можно покупать везде? Да везде. В поисковике набейте наберите игру, допустим. Можно на уне самого губа. Коллеги, у нас время ограничено, я бы с удовольствием с вами еще поболтал про это все, но к сожалению за один академический час мы и так чуть позже начали, техническая накладка была, я приношу извинения, я наверное не смогу дальше рассказывать про это мы ограничены временем. Я попытаюсь завершить сейчас свою презентацию. будет время для вопросов, сейчас дайте мне пожалуйста завершить эту презентацию. Потом и у тех, кто здесь в аудитории и у тех, кто удаленно подключен, будет возможность задать вопросы. Я всем дам такую возможность, не переживайте. Хочу на некоторые вещи обратить еще раз внимание, что важно понимать, что такое Bittrex, мы это разобрали в самом начале. Я хотел вам это рассказать, потому что когда слышат люди Bittrex, что-то глобальное понимают, но под Bittrex понимаются разные вещи. И надо отдавать себе отчет, что мы имеем в виду. Есть две технологии сейчас на рынке. Это классический CMS, где нужен программист, HTML, CSS, дизайн, всякое такое, делается в таком полуручном режиме за 150 тысяч. Это один вариант. он индивидуален, он хорош, он еще не умер, но на сцену с некоторых пор вышли конструкторы, подобные тому, которые мы рассматривали. Они для всех. Не надо значить HTML, CSS. Если знаете, здорово, но не надо программировать. Можете легко и просто создать сайт при помощи конструктора. В данном случае есть способ даже фактически бесплатно это сделать и пользоваться этим на BITREX 24 на бесплатном тарифе. Для первой технологии, где CMS, естественно, там проделывается большой объем работы, это обходится дороже, но это лучше подходит для продвижения в поисковых системах. Надо отдавать себе отчет, когда вы выбираете то или иное. конструкторы хороши для того, чтобы сделать сайт, которому не будут предъявляться претензии, чтобы он был на первых местах в поиске, потому что есть там и недостатки. Ну, код не идеальный с точки зрения поисковика, ну, можно углубиться, но сейчас не будут. Далее, хотел бы спросить у всех будет ли интересно, у меня идея есть провести вот такой же семинар коротенький на предмет того, какую платформу для будущего сайта выбрать. Если интересно будет, то будем продумывать, что туда включить, чтобы было интересно. Поставьте плюсик, ну, или киньте тапком, если не интересно и банально. Нет, это для тех, кто подключился удаленно, а вы можете просто показать мне, кто заинтересован, интересно, да? Окей. Альтернативное решение отбитации, да? Ну, вернее, что выбрать? Это классическая CMS, это конструктор, это какой-нибудь фреймворк, веб, ну, много разных вещей, не только битрикс, не только про битрикс, альтернативное битрикс, и может быть, да, и может быть в сравнении с какими-то другими вариантами. сайт состоянный битрикс, почему нам платформа должен быть? Битрикс, это платформа, одна из них, не более того, А это для других, если вы будете выбирать? Ну, если, может быть, вам интересно, в каких случаях битрикс не выбирать. А, вот это вот будет платный и сколько времени? Или бесплатный? Не, я подумываю просто о том, чтобы провести ну, чтобы помочь определиться с выбором, не более того. Окей, ну, я увидел руки, здорово, спасибо. Так, это курсы, которые я веду, которые могут быть продолжением, развитием того, что я рассказывал сегодня. Ну, я ни в коем случае не навязываю, но может быть интересно. Вот про это я как раз там рассказывал. Нет, это платные курсы, на которых получается дать какой-то вот прям завершенный объем, ну, после которых обычно люди уходят довольны. Ну, расскажу, если интересно, дайте завершить. Окей? не совсем. давайте до вопросов доберемся. Окей? Сайты 24 подходят для создания лендинга, раз, не требует специальных знаний, количество страниц не ограничено ни на той, ни на другой платформе. Вопрос в лицензии. Если вы выбираете такой лайфхак, можете выбрать битрикс 24 бесплатный тариф проект, там единственные минусы есть ограничение на количество сайтов, количество страниц для одного сайта не ограничено. бесплатный битрикс 24 да, ну он бесплатный, просто зарегистрируйтесь, он называется в любую. Ну и этот конструктор присутствует во всех продуктах битрикс, во всех кухнях. Мой его, допустим, я его лучше и хочу его дальше использовать. Что нужно сделать, где покупать лицензии? На официальном сайте битрикс есть раздел, посвященный покупке лицензии, установке, я обещал дать ссылку, как устанавливать. В принципе, я рассказываю это на курсах и по администрированию, по разработке управления сайтом. Там подробно, на самом деле продукт достаточно функциональный, большой, коммерческий и человеку неподготовленному, ну, разработчики часто осваивают самостоятельно, скажем так. Кто не хочет тратить время на самостоятельное освоение, приходит на курсы по разработке и уходит довольным, потому что погодит, действительно, получается. Для того, чтобы администрировать, научиться, там куча инструментов, какой, для чего легко запутаться. Можно потратить время и освоить самостоятельно. Куча информации вместе с сети. Можно прийти на курс и я расскажу про подводные камни. Уйдет меньше времени, если есть деньги. Сколько у вас курсы? Курсы? Около там 15 тысяч. А по времени? По времени по битриксу либо три выходных, либо там по вечерам несколько, шесть, по-моему, вечеров. 24 часа со мной и еще 8 самостоятельно выдаются в аудиториях. Помимо того, что я официально покупала лицензию и делала это все на сайте битрикс. у меня нужно что-то прийти. Домен да, мелочь 600 рублей. Если где-то можно и за 100 прийти. Домен нужен. Если вы смотря какой продукт решили использовать. Если вас устраивает конструктор и вы хотите сделать днем, то вы можете начать с битрикс 24 и осваивать его там, привязать свой домен либо использовать домен третьего уровня, который выдается там, свое слово .btx 24 и .site. Можете там экспериментировать, если устраивает. Если вам этот бизнес продукт понравится, пригодится, можете продолжать для бизнеса небольшие деньги, несколько тысяч в месяц платить продукт стоящий. Я внедрил во многих компаниях и мало кто отказывается поняв, что он дает. Если есть вопросы, пишите вот e-mail, презентация будет в личном кабинете, выбирайте центр специалист, будут еще семинары, где я буду что-то рассказывать. Коллеги, спасибо за внимание.